Привет, друзья! С сюжетом Destiny 1 в двух словах мы на канале уже разбирались, выпустив видео на основе статьи нашего зрителя-читателя с ником Тангос. Спасибо ему за статью, и поскольку я прошёл наконец Destiny 2, займёмся теперь и ей. Сначала пара дисклеймеров. Вторая часть является прямым продолжением. Первый, так что о сюжете Destiny 1 видео обязательно посмотрите, если вы с этой историей ещё не знакомы. Это нужно для понимания того, о чём мы сегодня будем говорить. И ещё один. Предыдущее видео мы готовили, когда ещё не было официального русского перевода, так что переводили всё на свой вкус, и в итоге в официальной локализации игры кое-где перевод отличается от нашего в предыдущем видео, но в целом всё всё равно понятно. Поехали! Первая часть заканчивается тем, что мы уничтожаем кабал, этих военизированных морских свинок, но перед смертью они успевают отправить сигнал SOS себе домой. И Destiny 2 начинается с того, что вслед за SOS в нашу солнечную систему и вправду прилетает армия кабал, называемая Красным Легионом. Миссия у кабал, правда, не просто карательная. Они заинтересовались светом и источающим его странником, который висит над землёй и дарит людям благодать. Управляет легионом кабал по имени Гоул, о котором стоит поговорить отдельно. Гоул Альбинос, он родился слабым и болезным, и по варварским традициям кабал, играющим роль космического Древнего Рима, был брошен умирать. Примерно в то же время в империи кабал происходит революция, трон занимает император Калус и устраивает люстрацию бывшей власти, в том числе собственноручно кастрирует учёного и аристократа, известного нам как Консул, раздевает его перед публикой и приказывает ему бежать в направлении пустыни в ссылку. Консулу такие игры по вкусу не пришлись, и когда в пустыне он наткнулся на оставленного умирать Гоула, подобрал его, задумав вырастить из него орудие мести. И действительно Консулу удалось вырастить из хиленького Гоула могучего воина, который сначала втёрся в доверие к императору Калусу, а затем в составе группы революционеров сверг его с трона, заточив в корабле Левиафани, и отправил на нём бороздить глубокий космос, отомстив таким образом за своего учителя Консула. Зона С захвачена! Империя под шефством тандема Гоула и Консула всё пущу ударялась в милитаризм, захватывала и уничтожала миры, и в конце концов прибыла на Землю, чтобы отобрать странника у людей и овладеть его силой. Кабал застали человечество врасплох, разбили оборону, мгновенно установили контроль над планетой и пристыковали к страннику такую огромную механическую пиявку, высасывающую из него свет и заодно лишающую света человечества. Мало того, разоряя планеты, кабал таскают с собой пушку астрономических размеров под названием Всемогущей Огневой Мощи, которой достаточно для уничтожения звёзд, и направлена эта пушка на наше Солнце. Мы играем за стража, защитника человечества, и поскольку сила стража не в правде, а в свете, наша первоочередная задача — раздобыть порцию света, ну хотя бы для себя одного, бог уж с ними, с остальными людьми. В руинах нашей родины мы находим обломок, отколовшийся от странника во время вторжения кабал, обломок дарует нам немножко света, мы теперь снова боеспособны, начало положено. Следующим делом разыскиваем наших друзей, которых раскидало кого куда, и как только друзья в сборе, начинается контратака. Поскольку кабал приставили Всемогущую Пушку к нашему Солнцу и готовы взорвать его, если запахнет жареным, мы первым делом проникаем в недра Всемогущего и деактивируем это оружие. И теперь, когда мгновенная аннигиляция Солнца нам не грозит, можем отковать кабал напрямую. Минутка автопа. Мы с вами очень много внимания и уделяем героизму вымышленных персонажей, ни разу, по-моему, не вспомнив о подвигах исторических, так что вот один из них. Подвиг экипажа крейсера «Варяг» пришелся на самое начало русско-японской войны в 1904 году, и помимо крейсера «Варяг» там была еще и лодка «Кореец», русская лодка, несмотря на название. Война эта велась за контроль над Кореей и некоторых прилегающих областей, и закончилась, как мы помним, победой Японии, но это уже потом. А пока представьте, что «Варяг» и «Кореец», стоявшие на якорях в корейском порту Чемульпо, оказались заблокированы целой эскадрой японцев, аж сразу 14 кораблями. И если «Варяг» с «Кореецем» не снимаются с якорей, а остаются в порту, то их на месте расстреливают торпедами, а если пытаются прорваться через блокаду, то у японцев предусмотрено целых три рубежа для перехвата русских, и перекрыты все пути отступления. И подвиг «Варяга» заключался в том, что он в безнадежнейших условиях принял бой и попытался покинуть Чемульпо и вырваться из окружения, вместо того, чтобы приуныть и сдаться. Вырваться не удалось, враги взяли числом, хотя из 14 японских кораблей в бою активно участвовали всего шесть, и после часового сражения полуразбитый «Варяг» вернулся в порт, где русские моряки покинули свои корабли и сами взорвали своего корейца и потопили своего «Варяга», лишь бы они не достались врагу. А могли бы и без всякого боя с самого начала потопить свои суда, но тогда бы про них потом песен не пели. А так проявили героизм и даже местами потрепали японцев. Словом, подвиг «Варяга» в том, что моряки презрели смерть, приняли безнадежный бой и многие даже сумели выжить. Среди русских моряков погибли 31 человек, а выжившим позволили вернуться в Российскую империю. Видео за эпси, как оно все тогда было, извините, не сохранилось, поэтому на экранах вы видите кадры из игры World of Warships World Wargaming. Зарегистрироваться в которой вы можете по ссылке под видео. Серьезно, вы по ссылке можете зарегистрироваться, не обманываю. И обратно к Destiny 2. В штабе Кабал происходит раскол на почве потери всемогущего. Консул, тот которого кастрировали, призывает Гоула поторопиться с экстракцией света и не бояться применять силу к страннику, которого считает просто машиной, хоть и замысловатой. А Гоул, тот, который Альбинос, наоборот пытается говорить со странником и хочет убедить его дарить свет не людям, а Кабал. Происходит перепалка, и Гоул своими руками насмерть душит консула. Оставшись один Гоул встречается с нами лицом к лицу. Гибнет, естественно, но воскресает в виде колосса, исполненного светом, который успел насобирать. И тут же гибнет снова, только на этот раз волею странника, который пробудился и всосал обратно весь украденный у него за время спячки свет. Хэппи-энд. Насколько можно считать хэппи-эндом выживание горстки людей в тени огромной неведомой фигни. Но сюжетная кампания хоть и завершена, история Destiny продолжается. После титров мы видим непонятные гигантские пирамиды, летящие к нам сквозь мрак космической бездны. Кто это, непонятно до сих пор, даже спустя три DLC. Одна из основных версий это та самая мифическая тьма, прячась от которой странник пришвартовался у земли. Такова, друзья, центральная сюжетная линия в Destiny 2. О событиях DLC я в этом видео рассказывать не стану, поскольку это уже выбивается из концепции сюжета в двух словах. И потому что DLC не касаются главной истории, а вертятся около неё. В первом дополнении «Проклятие Осириса» мы отражаем атаку Вексов, в военном разуме пробуждаем Распутина, в отверженных мстим за смерть Кейда 6, одного из главных персонажей, но это всё не меняет фабулы игры и может быть опущено без вреда для основной истории. Как знать, все эти события ещё может сплести в единое полотно, скажем, Destiny 3, но об этом думать пока рано. Спасибо, что посмотрели, до скорых встреч! Хватит с нас этого. Субтитры создавал DimaTorzok